А что делать? У нашего служителя Виктора есть такая поговорка, что делать? И эта проповедь называется, а что делать? Или дорога в светилище. А что делать? Или дорога к светилищу. Мы святим муцу беду, чтобы твой мир над ними был. Мир, который этот мир не может дать. Амен. Мы приглашены. И мы избранные. Ты так думаешь? Да ты так не смотришь сегодня. Жаль, что нас сегодня так мало. Но есть время, когда Бог особо что-то учит и изливается. И не все полностью зависит от Бога. Бог знает, что у нас есть способности. И он нам дает работу по нашим способностям. И я только что-то цитировала слово из послания Ефизианам, что мы его работаем. Ну, я так создания, что созданы, и мне ничего уже не надо делать. Нет, но нет, все иначе. Нам что-то дается, и что-то мы должны делать сами. А потом мы сможем быть вместе с Богом, так же, как Иисус, но все равно там мы тоже будем славить Его. Ты не можешь ничего не делать. А депрессия всегда говорит, что не надо ничего делать, полежим. Ну, еще чуть-чуть поспим. Ну, еще чуть-чуть. Ну, не надо, надо лучше подумать о себе. В послании Евреям, в девятой главе, хорошая слава. Я молюсь, что сегодня ты мог открыть свое сердце, и я могла бы излить из своего. И Дух Святой, чтобы дал нам понимание. О серьезных вещах. Я сегодня буду говорить о серьезных вещах. Это не будет такое легкое евангелизирующее слово. Ой, приходи к Богу, и все тогда будет хорошо. Да, все будет хорошо, но и ты должен что-то делать. Он все уже сделал. Да, он сделал все, что Бог ему повелел. Потому что он делает все то, что Бог ему велит. И он сделал все. Но у нас есть своя работа. И если бы я вам учила что-то иное, я бы обманывала вас. И может в конце получится, что я и сама не могу попасть на небо. Я этого не желаю. Потому что я говорила неправду. Мы будем сегодня говорить о служителях, о овцах и о козлах. Это в Матфея 25 глава. Там не все так красиво. Там есть моменты, когда Иисус говорит, что можно не попасть в царство небесное. Что можно не попасть в этот дом, где свадьба. Хотя ты и невеста. Были служители, которым этот хозяин оставил эти деньги, таланты. И одному он говорит, ах, ты плохой слуга. И тогда говорится, что в один момент овцы будут отделены от слов. И что же это? Если это все не относится к нынешним людям, почему это все написано в новом завете? И нам сказано, что мы должны проповедовать это Евангелие царство. Я возвращаюсь к этому посланию евреям 9 глава. Там говорится, что Иисус принес новую завету, и теперь все новое. И немного об этом смысле, который Иисус принес. Я не буду читать все. Седьмой стих. Нет, сестой. Шестой. При таком устройстве, первую скинию, когда входят священники, совершающие бога служения. Ну, это и про то, как это было в старом завете. А во вторую, однажды в год один только первой священник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи на видение народа. Это было то святилище, куда заходил первой священник один раз в год. И он нес туда из-за других. Это примерно так. Так, если бы я взяла жертву и понесла ее в святилище за вас, тоже за ваши грехи, вам о чем не надо особо заботиться. Хотя, так и есть, что я на конференции тоже везу жертву за всю церковь. Даже таку я повезла в Иерусалим. Но это была не жертва за ваши грехи. Это была благодарность Богу. Прости благодарность Богу. Но это жертву за грехи, что ты принес Иисус. И восьмом. Семь дух святою показывает. Что решение открыть путью во святилище, до кола стоит прежняя скиния. Но пришел Иисус и открыл этот путь. То, что я читала, это старом завете. Это был старый порядок. И простой человек мог не заботиться о том, что произойдет в этом святилище. Там за все отвечал этот священник. Но Иисус разорвала эту занаву. И теперь каждый из нас заходит в это святилище. Мы должны зайти туда. Иисус является дорогой в это место. Я сейчас об этом поговорить хочу. Что это такое? Я говорила с людьми, и часто получается, что они не понимают, или может быть просто не задумывались об этом. Потому что если бы понимали, тогда бы жили иначе. В 14 стихе сказано. Ну, это иначе, 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 иначе. В 14 стихе. Реча жертвах. Чик дaudз вайрага Кристус Асанис, Кас мусья гара спека, Спека патс себе, Ир безвайнигу упрежи Девам. Шчист мусью сирцепзиѣи, Но недзивием дарбем, Калпошаной дзивием Девам. То, коли печь кровь Христа, Который Духом святым принес себе непарочного Бога, Чистит совесть нашу от мертвых дел, Для служения Богу живому и истинному. У тази, он ищет дарбем стартник. И потому он есть кадатель нового завета. Лай петь там, когда он навей сагадаясь отпестись, И на первых дарбем издарительных паткалпом, Айцинаться, санять абсолютно мусьевым мусьевым мантовым. Дабы следствия смерти его бывшей для искупления от преступлений, Сделанных в первом завете, Призванные к вечному наследию, Получили обетование. Дух святой, помоги нам помочь понять это. Насколько боле кровь Иисуса. Который Духом святым принес себя непорочного. Чистить мусьевым мусьевым мантовым. Отчистить нашу. От мертвых дел. Калпошами от дзевых дел. Для служения Богу живому. Мус есть много мертвых дел. Но Бог уже давно приготовил нам доброе дело. И мы являемся этой живой работой. Мы должны это сделать. И мы это можем. И здесь сказано, что он отчистит совесть нашу от мертвых дел. Это сила Духа, с которой помощи он мог принести себя в жертву, оставлено теперь нам. И то, что он является хадателем нового завета. Он как путь между двумя точками А и Б. Он искупил нас от преступлений. И те люди, которые призваны, чтобы они получили это наследие. Он является нашим путем в это святилище. Что происходит, когда мы Иисуса принимаем своим спасителем, господином? Мы, в принципе, мы идем без власти, царь Кресту. В принципе, мы через Христа заходим в Царство Небесное. Мы хотели, чтобы этот путь сразу был пройден. Как стоим мы на дороге Венсполса Рига, становимся у границы Венсполса. Выходишь от границы Венсполса. Из Венсполса ты вышел, из старой жизни ты вышел. Это не так, что ты сразу выходишь из старого, и сразу ты уже где-то в другом месте находишься. Иисус является дорогой. Истина и жизнь. Он тебе дозит правду всех вещах. Он сделает все, чтобы ты мог пройти эту дорогу. Иисус иногда сравнивают с Моисеем. Потому что Моисеев вывел народ из рабства и повел их в обетонованную землю. Но знаете, как много там было разных обстоятельств, событий по пути. Иисус иногда можно было пройти за две недели, но они шли 40 лет и не дошли. Были такие, которые не дошли до конца. Были такие, которые пошли по этому пути, но не дошли. И я вам не могу проповедовать, что все так просто. Ты вышел из города, ты уже в Риге. Ну, Юрмалу, да? Так можно из Юрмалу. Да, блаком таясь. Что она является рядом? Светилища, она довольно далеко от твоих грехов. Это дорога в течение твоей жизни. Я читала из Евангелия Луки 20, глава 34 стиха. И там сказано, что те, которые будут достойны войти в него. Достойны. Главный смысл в этом слове – достойны. И дальше сказано, что они больше не могут. Потому что они являются подобными ангелами, как дети Божьи являются детьми воскресенья. И 37. Из этого стиха самое главное является то, что наш Бог, он не Бог, он мертвый. Потому что перед ним все живые. Мы входим в это начало пути искупления, и мы становимся живыми. Но мы еще должны пройти эту дорогу. Иисус оставил нам Духа Святого. Он оставил свое слово, как хлеб нам. И Духа Святого, как силу. Чтобы мы могли пройти все это. Чтобы мы знали, куда идти. Даже если мы будем в темной долине, я не буду ничего бояться. Но не всегда так получается. Мы часто чего-то боимся. Мы начинаем бояться. И, когда нам страшно, мы теряем веру. И мы больше не следуем за Иисусом. И мы возвращаемся со своими мертвыми делами. Все так же начинается с раптания. Так же, как во времена Моисея. Потому что это написано в Иисусе, чтобы человек читал, мог понять, что происходит с его жизнью. Марка 1.15. Евангелия Марка 1.15. Уз Деву нам отназа, ганна от Библии. Божий дом, приходи с Библией, почитай. Те дащи кольца по всем самому, как грамата, ласас. И здесь часто эта книга совсем иначе читается, не как в другом месте. Марка 1.1. Патс сакумус. Это самое начало. Не знаю, что это. Так. 1.15. Первая глава 15. Тогда лайкс ир пепилдит. И говорю, что исполнилось время. И приблизилось царствие Божие. Агрезитесь на греки. И веруйте в Евангелие. По-латышски, возвратитесь из грехов ваших. И веруйте в Евангелие. Мы тем, что мы выходим на начало этой дороги, мы уверовали в Евангелие. Мы возвращаемся от старых грехов. И Иисус их покрывает своей кровью. И теперь мы новое творение. И мы можем идти. Но не всегда мы это делаем. Мы возвращаемся. И мы слышим, что Иисус все сделает, все исполнено. Все исполнено, чтобы ты мог возвращаться. Все исполнено, чтобы ты мог дойти до конца. Но эту жизнь ты должен идти сам. И чтобы идти по этой жизни. Бог тебе дали Духа Святого Гару. Иисус в Великой Духа Святого Гару. Бог дал тебе Святого Гару. У Адама и Евы Бог сказал, плодитесь и управляйте этой землей. И по этому пути нужны эти плоды. Бог тебе что-то дает, и ты должен это использовать. Нас узнают по нашим плодам. В Евангелии от Луки в 6 главе. Там есть это знакомое описание. Где сказано, от полноты сердца уст так говорят. И там есть момент, когда происходит разговор с Уссом. Та, татур, ше... Та, тувим, мол, 6. 7. нода, 6. 4. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 8. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 12. 11. 14. 32. 15. 16. 14. 20. 14. 25. 15. 20. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит зло, ибо от сбытка сердца говорят уста его. Три вещи я хочу сказать об этом местописании. Это плоды. И это все надо сложить вместе. Муте, сердце, аугли. Ко муте рунал, таковы будут сердца, и таковы будут плоды. И почему те люди, которых вел Моисей от Еврея, они не пошли в эту обитованную землю? А признак этого был то, что они говорили. С этого все началось, и таковы были и сердце, и таковы были и плоды по пути. Они не дошли до конца. Они вошли в этот путь, но не дошли. И об этом мы должны думать, пока мы живем. Потому что у нас есть силы дойти до конца. Леган венс, ты говоришь, что ты никогда не можешь, ты никогда не можешь. Но я не могу. Почему ты живешь в грехе? Почему ты живешь без замужества? Почему ты живешь без брака? Почему ты спешешь, если не в замужестве? Нет, ты живешь без греха. И Бог говорит, что тебе есть силы не делать греха. Он говорит, что тебе есть силу, не делать греха. Он дает тебе силу, чтобы ты, когда ты ходишь в духе, не будешь греха. Я не могу не греха. Но это значит, что ты не входишь в духе, ты особо не ищешь от твоего духа, ты чуть-чуть постараешься, что ты не можешь дождаться. Я молился, и дух не пришел. Я вчера помолился, но сегодня все еще не в порядке. Где же этот Бог? И начинается раптание. В Библии сказано, что тот, кто ходит к духе, тот, кто владеет над грехом, мы должны молить духа святого, если у нас чего-то нет. И он может все. Он гриб все. Он желает все. Он может. Но мы не делаем. И дальше интересно. 46. Что вы зовете меня? Господь, Господь. И не делайте того, что я говорю. Всякие приходящие ко мне, слушающие слова мои и исполняющие их, скажу вам, кому подобен. Если мы выжимаем эту дорогу в Венспиле Рига, если греха святылища, то он говорит, что он говорит, приходи, слушай и делай то, что я тебе велю. Класси и делай. Слушай. Слушай и делай. Потому что можно слушать и не делать. Это лиджинство человеку, который лезет на камне, как человеку строящему дом, который капал углу и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. Ты один раз будешь стоять на этом слове. Тогда придут к тебе эти бури сомнений, но тогда ты соберешь весь свой дух и останешься на этом слове. И следующие бури никогда не смогут выпить это основание, потому что будешь знать, что это работает. И по этим камням ты делаешь эту дорогу в Царство Небесное. А слушающий и не исполняющий, подобен человеку строящему дом на земле без основания. В принципе, получается, ты думаешь о том, как эта земля и тебя ведет дух этого мира. Когда наперла на него вода, тот час обрушился, и разрушение дома всего было великое. Мы можем быть и такими. Мы можем быть в этом пути и строить этот дом. Но не строить этот дом на камнех, на Божьем слове, на твердом основании, хотя бы пробовать это делать. Но мы можем строить просто на земле. Что это означает? На законах, которые властвуют на этой земле. Ну как, все же живут вместе и без брака. Ну все же выпивают. Ну я только сейчас покурила, другие вообще наркотики употребляют. А наркоманы говорят? А наркоманы говорят? А наркоманы говорят? А наркоманы говорят, что другие игры играют в этих игровых залах, а психологи говорят, что это даже хуже. И в принципе, ну я же не убийца. Нормальный человек. Я знаю Иисуса, все будет хорошо. Я прочитал молитву, и все теперь будет хорошо. Бог все прощает каждый день. Да, но он сказал, иди не греши более. Почему он так сказал? Он такой злой господин. Он велит тебе делать то, что ты не можешь. Но он говорит, в Святом Духе ты сможешь. Он у нас есть, но как будто в кармане или где-то, но мы притворяемся, как будто его вообще нет. И мы живем своей жизнью как рабы. Мы на том пути, но мы не идем. Нет никого, кто гонит нас. Раб нуждается в палке, которая гонит его. Это человек, который строит все на земле. Он не часто читает библию. Винча интернет, излазис, все порнографии сайты. Прочитает все новости в порталах. И шо по пути зайдет к сайту порнографии. И шо, как я там мудрсти начитается. Надо, не надо, но только читает все подряд. Три часа в друзьях посетить. Тогда и шо в фейсбуке. Тогда и шо в каком-нибудь соцсетии портале. И тогда и шо журнал «Льева» надо почитать самый новейший рецепт. Но в этой книге есть рецепт для твоей жизни. Только часто эти рецепты не так уж приятны. Потому что это связано с твоей жизнью. Потому что ты должен слышать и делать. Если можно было так просто слышать, и другие должны были бы делать, тогда бы все было хорошо. Я сегодня хочу говорить о том, как мы можем идти по этой дороге. Теперь посмотрим, что говорит Иисус в Евангелии от Матфея в 25 главе. Я хочу, чтобы вы сейчас связали то, что я говорила с тем, что буду. Я хочу сказать, что это твердая пища. И все вы, кто находитесь здесь, вы готовы к этому. И нам всем, мы все в этом нуждаемся. Мы сами должны, наше Я должно стать меньше. А Христу в нас он должен возрастать. Этому миру, духу мира, всего должно в нас стать меньше. Это наше мышление. Мы живем на этой земле. Мы живем на этой земле. Но мы должны использовать другие орудия. У нас должны быть совсем иные вещи. Чтобы мы сами могли спасти, и что другие спасти. Чтобы идти по этому пути, мы нуждаемся в этих камнях, на которых стоять и идти. И иногда эта дорога будет темной. Но Бог дал нам свет. Это слово. И это Дух Святой. Он все нам даёт. Но там есть одна нюанс, что есть вещи, которые он нам даёт. И есть, которые мы сами должны делать. И знаете, что дьявол желает? Чтобы мы спали. Он желает, чтобы ты спал. И не просто спал. Но чтобы ты спал без елея. Потому что тогда ты не попадёшь в это святилище. И он говорит, ну поспи. Все так просто. Да, просто вместе с Иисусом. Если ты берёшь внимание то, что он ложит перед тобой. Если ты своим сомнениям сопротивляешься словам. И здесь события о девах. Я не буду читать всё и расскажу, а потом мы в конце почитаем. Было десять невест. Они все были девы. Они все были невесты Иисуса. Все в порядке. У них всех были сасады лампы. То девы идиот. Да, они горели. Да, это всё даёт Богу. То идиот. Леет шоу. Он всё дал, чтобы они могли идти в пути. Бог не высылает такого. Он дает все, что надо, но говорит, не бери свои деньги, не бери то, что годится в этом миру. Не бери то, за чем гонятся все, которые живут по закону этого мира. Если ты будешь идти за этими вещами, тогда ты уйдешь с правильного пути. 25 глава Матфея, эти 10 дев, все они как будто были одинаковые до одного момента, мы все с вами как будто одинаковые, снаружи сказать различия нельзя, может быть по плодам. Но все равно ты не увидишь плоды человека до конца, этот настоящий плод является святилищем в конце дороги. Это является обитованной землей и настоящее наследие. Здесь сказано, что 10 было из них умных, а 10... 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. Они все вместе вышли навстречу жениху, все девы, все невесты, и у всех у них были эти светильники, и светильники горели, и они шли ждать жениха. Очень хорошая мысль, благопомуждение, но почему они были неразумны, это говорит Иисус, потому что они не взяли с собой масло, у одних было масло, еще с собой. Чтобы дойти до конца пути, но у других их не было, у этих неразумных пяти не было этого масла, в остальном они все были одинаковые, но мудрые они взяли с собой, и масло в сосудах свои. Пятая панта это говорит, что жених замедлил. Жених не пришел. Иисус не пришел. Иисус ушел на 2000 лет. Ну мы все равно живем, мы знаем песню, мы все равно живем, кто поют песни. И тогда они все задремали из пали. Я, наверное, как настоящая невеста, как здесь написано, я могу спать в любых обстоятельствах. И тут они в пути зависит во святилище и вся жизнь от этого зависит, но они спали. Ну сначала так задремали, а потом уже совсем спят. Я тоже иногда могу сидя спать очень хорошо. Даже не чувствую, что сижу. Другие не могут ездить на автобусе, разбудить, но я как эти невесты, но только я бы хотела быть в этой стороне мудрых невест. В этом смысле они все были одинаковые. Не можно упрекать, что мудрые не спали, а неразумные спали. Но в среди ночи в самую большую тьму раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девочки. Те и мудрые, и глупые. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. Если ты спишь, тогда возьми с собой масло. Они отличались только в этом смысле. Одни думали сами об этом пути. И заботились, как пройти этот путь. А другие не заботились. И они сказали, дай мне тоже. Это такие крестьяне, которые как будто привыкли, что все как будто правильно. Но они привыкли не сами служить, не показывать свою инициативу, не работать вместе с Духом Святым. Но говорят, ну ты как помалилась, и теперь дай что-то от себя. И они привыкли жить за счет желе другого. И использовать Духа Святого, который дает другому эту силу. И теперь интересно, где же можно было получить это масло? Ну, если они были так правильными, мудрыми и они так нравились Иисусу, тогда они в принципе должны были поделиться. Ты должен всем делиться, но ты никак не можешь другому дать свое масло, чтобы он горел так, как надо. В этой дороге надо было самому купить это масло. И мудрее отвечали, чтобы не случилось недостанка и у нас, и у вас. Пойдите лучше к продающим и купите себе. Значит, были продавцы. Было место, где покупать, но они туда не шли. И почему не дали? Потому что не хватит ни нам, ни вам. Это примерно так же, как я говорила до этого. Примем, что у меня есть это масло. И у кого-то из вас нету. И вы меня спрашиваете. И что это означает? Может быть, примерно так. Я это так увидела. Я могла бы вам всем рассказывать. Ни проблемы, вы можете не служить, вы не можете бороться с грехами. Просто прочитать свою молитву, покаяние. Ну, может быть, что-то слово почитать. Но ты можешь бороться со своим ротом, со своим злом. Ты все равно попадешь в Царство Небесное. Я бы учила так. И тогда в Царство Небесное не попал бы ни такой человек, которого я учила. Ни я сама. Ни один. Никто из нас. Потому что сегодня я говорю об этих вещах. Чтобы мы не понимали неправильно, потому что Иисус есть дорога. Да, в конце нас ждет встреча с Богом. Да, мы будем сидеть вместе с ним. Но мы должны пройти эту дорогу так же, как народ еврейский через пустыню. У этих пяти было так. Они были легкомыслены к этому пути. Они думали, что пройдут этот путь за счет других. Потому что я говорю, если ты спишь, тогда налей себе еще масло. И здесь далее сказано. Почти то же самое, что я говорила до этого. После того, как они уже пошли покупать. Вопрос. Что происходит на рынке? Я лектор, который тоже учил об этих вещах. Пардах, золота, ликум. Это моя тема. Что происходит на рынке? Там есть продавец, там есть покупатель. И там есть цена. Они хотели, дай мне как социальная служба. Но нет. Здесь надо покупать. И что это означает? Ты должен отдать что-то свое, чтобы получить то, что есть у другого. И просто так ты это не получишь. Ты должен отдать что-то от себя. В духовном мире. Это получается, что ты должен почистить себя. Отдай на этом рынке свой грех. Свое время. Свой ропот. Свой гнев. Свою горечь. А то ты так наполнен, ты должен быть человеком, который жаждет. вместе с Иисусом и Духом Святым быть использованным в этом мире. Чтобы он желает, чтобы тебе можно было налить, чтобы тебе были резервы. Он просто так тебе не дать резервы, если ты не желаешь служить. Если ты христианин, который центрировался на себя. Мы один день смотрели тут картинки, что в начале пути. Христианин поднимает Христа на трон. И сам сидит у ног. Но иногда бывает, что он идет какое-то время в этом пути. И он говорит, Иисус спускайся. Сидите теперь у моих ног. Я вернусь туда обратно на трону. Знаете, каковы его молитвы? Дай мне, дай мне, дай мне. Почему ты мне не дадёшь? Почему так долго, почему так мало? И там не будет молитвы. Господи, что мне делать? Потому что там есть только молитва. Дай, 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 где же ты? Так говорит слуга и господин к своему слуге. Если Господи, то ты слушайся и делай, что он велит. И дальше сказано. Когда же они пошли покупать, пришел жених. И готовы. Значит, ты готов тогда, когда у тебя есть... Что у тебя непросто в тебе есть свет. Это ельня прежде себя, прежде тала цели, а прежде всего. Но что у тебя есть масло для себя, для своего пути и для других. У тебя есть масло для себя, для своего пути и для других. И готовы пошли с ним на брачный пир. И двери затворились. Пусть там отнадутся педальщик, и сказали, кунгс, кунгс, отдари муну. После приходят и прочие девы, и говорят, Господи, отвори нам. И в Божьем слове сказано, что те, которые будут искать, те найдут, кто будут стучать, тем откроют. Но есть время. В пути ты найдешь Иисуса, и ты найдешь Святой Дух. Но если пройдет время, и ты этого не будешь делать, тогда можно получить со всяким. Я не могу вам до конца все объяснить, потому что я там не была. Но я думаю, что у нас есть настолько много логики, чтобы понять, о чем мы говорим. И что же ответил им в ответ? Потерь, потерь, я вам скажу, что я не знаю вас. Я не знаю вас. И здесь есть мудрость, что говорит Иисус. И так бодрствуйте, потому что вы не знаете ни дня, ни часа, в который придет сын человеческий. Часто люди говорят, у меня нет времени сейчас слушать, а потом... У меня нет времени на освобождение. У меня нет денег, чтобы поехать на конференцию, да, там будет Святой Дух. Но я не могу сейчас эти деньги отделить. И ты остался таким же старым. Ты как на этой дороге, Венспелс Рига добрался до Попа и не можешь дальше идти. Понимаешь, о чем я говорю? Это очень серьезно, о чем я сейчас говорю вам. Потому что я чувствую, что есть люди, которые дошли довольно долгую дорогу и остановились. И я не желаю быть тем священником, который говорит эту неправду. Я хочу сказать правду, и тогда сам выбирай, делать или не делать. И теперь он говорит уже следующее сравнение. Первая была о этих девах. Мы все как приглашенные. Далее уже идет речь о слугах. Ты уже принял такое решение. Я вылью из себя все старое и буду вместе с Духом Святым служить. Иисус ведет глубже. Потому что он желает, чтобы каждый стал на своем месте и чтобы все попали туда. И теперь в следующей притче есть три слуги. Газпадин дает одному услуге 10 талантов, это деньги. Второму дает двум и одному из них один талант. И в пятнадцатом сказано, что он каждому дал по их силе. Подумай, какие у тебя есть таланты, потому что это много больше, чем деньги. Не думай, что эти таланты только предназначены для того, чтобы деньги зарабатывали. Это полная глупость. И сам этот господин, он уехал. В начале этого пути. Тут говорится о том, как мы должны управлять тем, что нам дает Бог. И сам этот господин ушел так же, как этот жених ушел. И что мы делаем, когда остаемся одни? Здесь сказано. Тасс, кто дает... А нет, пять талантов. Вене было пять талантов, вене двум. Вене двум. Одного пять, второго два... Вене двум. Третью вадим. Тасс, кто дает тех талантов, тот же, который получил пять талантов, он куда-то пошел... Он пошел сам куда-то. Он использовал. Он использовал. Он пошел... Он использовал. Он использовал, дело что-то. Он получил еще пять. У него был бизнес на 50%. Не, отритик, 100%, да? На 100%. Та аре, таз, kas би дабыз divus, viņš заполнēja откал divus. Та же сделала и то, у кого были два таланта, он приобрел другие два. Святая гарс, тебе помогает, твои таланты, твои богатые, кое Девы, твои таланты, твои таланты, твои таланты, твои таланты, он поможет тебе использовать те таланты, которые дали бог, чтобы тебе была 100% прибыль. Но тот же, который получил один талант, а изгая, иеракат то земель, и так послепит свою кунгу науду. Пошел за капаливу в земле, и скрыл серебро господина своего. Но после времени пришел господина и начал... Ну, не у нас ответа. Ну, веста решила шоу, а из меня пять, а из-за меня пять, он еще пять талантов. Кунг сказал, ты не устигайся, устигайся, и господина сказал, ты неправие и верные раты. Ты были устигайши по мазнам, и я тебе оторву от длина, и это много. И теперь интересное слово. Войди в радость господина твоего. Иногда, когда у нас нет радости, это значит, что мы не делали этого, и у нас нет радости. И мы даже думаем, что наш господин, он даже не счастливый, что он такой злой все время. И тогда мы не делали этого, и получили два таланта. И мы отрели кунг, он сказал, что, что, ну, ты с тобой, ты с тобой, и у нас есть каупс. И у нас есть кунга куку. Он и у нас есть куку. Два таланта ты дал мне его, другие два таланта, и я предоставил на них. Господин сказал ему хорошо, добрый и верный раб. Малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войдя в радость господина твоего. Значит, господин, для двоих из них он был добрый и радостный. Они вместе с ним работали, делали дела. И они знали, что господин дает радость. И наше служение в том, что мы тоже радуем других. И потому они знали своего господина как господина радости. Но этот один, он сказал так. Я знаю тебе, что ты человек жестокий. Ну, ты пляуй, куда не ты сеешь, и саласи, куда не ты каисишь. И здесь есть одно слово. Я боюсь. Я боюсь. У меня боюсь. У меня боюсь. Я боюсь. Я боюсь. Я боюсь. У меня боюсь. Это я боюсь. У меня боюсь. Но он спросит, что ты сделал со своими талантами на этой земле? Ты порадовал других. Ты пригласил моего Святого Духа помочь, чтобы порадовать других, использовать этот талант. И тогда господин Жаевос сказал ему. Ты пледеда, и кутра, и калпс. Лукава и рапа, и ленивы. Слинка, это креевский знал. Я ты знал, что я не знаю, где я не сел, и собираю, где я не рассыпал. То, что он не сел, это значит, что мы сели. Мы должны сел, мы должны эту работу делать. Погласим. И дальше говорит. Тот тебе вложится, что мне, ты науду с мантерием. Посему, надлежало тебе отдать серебро мои отрагающим, и я при этом получил бы мою с прибылью. Что? Ты все равно надо с этой вещью, которую... Патри, если ты сам не умеешь его использовать, то, что тебе дал бог... Ты так как у депозита нолица, или к кому? И ставишь как будто на депозит. Как будто бы с банком вместе это делаешь. Это сравнение, какое мы можем использовать нынешней. Что? Деньгам, тем талантам, которые тебе дал бог, они все должны идти в оборот. И тогда в конце это таланты дали тому, у кого было в конце 10 талантов. Да. Я хочу сказать, что это слово не надо использовать везде. Часто этот стих просто читаю для того, чтобы ободрить тебя что-то делать с деньгами. Но в конце концов, здесь больше говорится о служении. У тебя будет полнота, как у раба. У тебя уже есть какие-то плоды, и тебя будет все равно. А вот это... А вот это... А вот это... Потому что этот слуга, он притворился, что он слуга. Он говорил, господин, господин, он ничего не делал. И это не слуга, который так делал. И тогда есть еще... И тогда есть еще... Если ты... Если ты... Если ты... Одним разом я никогда главу не прочитал, тогда сегодня ты будешь переполнен. Я сегодня трясу тебя, втрясываю в тебя. Первая была невеста, вторая – колпи, но все речи о Царстве Небесном. Это то, куда мы идем. И та дорога, на которую мы уже встали, когда приняли Иисусу своим господинам, мы еще не в конце. И тогда следующее. Та, когда Крисус седается к креслу, тогда он пригласит народу. И он отделит овец от козлов. Это означает, что в его народе будут и овцы, и козлы. Я здесь не буду все читать, но если ты дома прочитаешь, тогда заметишь, что самое главное отличие было в том, что козлы не делали. Они не делали. Ави, вино, вино, ты так, по лабо руку. Ис по лабо руку, а по креслу руку. Одни пойдут на правую руку, а вторые – на левую. Та, когда мы заходим в светильщи. Далее он говорит, почему они причастны к этому. Он говорит, ибо. Ис-похранник, и вы дали мне есть. Жаждел, и вы напаил меня. Был странник, и вы приютили меня. Был Нак, и вы отдели меня. Был болен, и вы посетили меня. Там не сказано, что его исцелили, а просто посетили. В тимнице было. И вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему ответ. Господи, когда мы видели тебя, алчащи и на кармине... И когда ты был болен, и когда ты был в тюрьме... И тогда в сороком стихе уже... Третье. Так как вы сделали это одному из всех моих наименьших, то сделали мне. И здесь показано, как мы должны служить. Иисус очень широко здесь показывает, как мы должны служить. И это то, каким способом мы можем получить... Чтобы одеть другого, ты сам должен будешь что-то от себя снять. Если ты пойдешь в больницу... Там уже есть другие такие не очень приятные вещи, которые надо делать. Если там надо будет помочь человеку, который только лежит на этой кровати... Я это начала делать уже в 16 лет. Помогая своей бабушке, потому я умею все эти вещи. И это неприятно, потому что надо отложить в сторону свое я. Особенно если человек сам не может сходить в туалет. И это не очень приятно. Если ты идешь в тюрьму... У тебя, во-первых, должна быть храбрость войти туда внутрь. Даже если ты туда идешь как посетитель. Я могу вам это сказать, потому что я один раз там была, и это никакое неприятное чувство. Мы ехали туда служить. Тогда когда тебя проверяют, и из карманов все говорят, чтобы выложить, и что говорят. Ну, туда войдете. Если что-то уже на обратном пути у вас что-то будет, тогда отсюда вы сами не выйдете. Я думаю, если что-то кто-то в карман кинет... Это получается, что тебе дают это неверие, сомнение. А чтобы покормить другого, ты должен тоже отделить от себя что-то. Ты изливаешься сам, и тогда Дух Святой наполняет тебя, и у тебя больше есть этого не лето. Но чтобы ты это все мог сделать, ты нуждаешься в талантах. И одна из этих хороших вещей, которые тебе даются твердых, это твоя воля. Без твоей воли никто ничего не может сделать. Ни Бог, ни дьявол не может ничего сделать без твоей воли. Почему мы часто маленьких ругаем и... Да, да. Почему? Почему? Потому что когда ты... Маленький, если ты маленького не наказываешься, тогда дьявол очень быстро приходит и сам забирает твоего ребенка. Ты должен ребенку объяснять и еще... Ты должен его наказывать. Потому что когда ты учишь ему правильные вещи делать, правильный путь. И когда злой духу водит его... Ты... Ты... Я так... Я так... Я так... Я так... Эдуарду два с половиной года, когда ему было сделано... У всех детей есть такие моменты, когда они делают то, что не надо. Эти мертвые дела. Мы заходим в магазин, что-то не покупаешь, и он падает на землю. Мне уже почти что стыдно было в магазин идти. И так как будто все нормально, но он знал, там есть люди, и там ничего, и дьявол ему на это подсказывал. И тогда я его отвела в парк, в такое тихое место, и как надавала. И сказал, если ты будешь кричать, тогда еще получишь, когда будешь кричать, тогда будешь еще... Но у него такой большой... Тоже непростой характер, и он кричал, потому у него такой хороший голос теперь. И в конце концов так кричал, что заснул в обиде. Но больше никогда он так уже не делал. Никогда. И потому как мы помогаем детям держаться против дьявола. Ты думаешь, что этот демон не давал эти мысли ему опять, но он помнил, что будет потом. И он сказал этому демону нет. Понимаешь, как это все происходит? Потому говорится, что милующий отец, который любит... Ты не можешь... Ты не можешь бить ребенка просто так всегда, когда у тебя нет настроения. Тогда ты будешь стоять перед Богом. Но здесь есть такие вещи. Что таким образом, что в правильный момент мы так служим детям. Но мы можем не делать ничего, и тогда этот ребенок входит в такое, как безумие. И что делают козлы? Они делают ничего. И теперь сказано, которые пойдут в левую сторону, это козлы. Эй, ты носи на ману, а ж ты ноладите. Мужи и гаугуней, которые статисты Велнам и Энджелям. Я слышу, что мы можем попасть совсем другую сторону. Мы можем начать идти правильный путь. И где-то вихри сомнения придут. Тебе отнаку с тем человеком, который был как этот козел к нему... Ави сет пакать ганам. Клауса и дарам. Они слушаются и делают. Козел, он будет сопротивляться. И это означает, что по пути ты можешь измениться. Что ты начнешь не делать. Ты будешь слышать, но не делать. Что-то пришло и принесло к тебе мнение. Ты строил свой дом на земле, как я говорила. На понимание этого мира. На том, что тебе говорили в этом мире. На всем том, что говорят в обществе. И в твоем уме. Нет этих камней, по которым идти этот путь. И тогда пришел дьявол и рассомнил тебя. И ты больше эту дорогу не продолжаешь. И именно так же, как еврейский народ в пустыне. На полпути. На полпути. Они были очень близки к всему этому. И что здесь сказано? И тут сказано, почему он сейчас этих козлов отсылает. Потому что они не дали ему есть. Они не дали ему пить. Они не пошли. Когда он был болен, они не ехали в тюрьму. Не шли в суповую кухню. Некас не было лайк. Некас не было лайк. Помогать чистить зал. Не было времени славить. Не было времени ни на какое служение. И это тоже и проблема, когда прислалители не развивают свой талант. Так же любые служители надо читать, чтобы развивать таланты. И чтобы плоды были больше. Надо молиться. И тогда Святой Духом поможет развить эти таланты. Примера была это Милана. Ей запретили идти в церковь. Она в шкафу читала Библию. Ей надо было в субботний день в разное время идти в разное церковь, чтобы родители не поймали, что она идет не гулять в церковь. Потому что не было и речи, что она в воскресенье могла бы идти куда-то. Но она поклонница. Она желала идти в музыкальную школу. Родители сказали, нет, ты будешь играть в шахматы. А теперь... Теперь она уже эти шахматы играет в мире. Не тем, что она не едет домой. Но так она несет чудесную Евангелие через свои песни. Как будто у нее была сломлена душа. Но она ездит и она дает нам. И никто ей деньги не дает. Никто. Она едет по милости. Если кто-то дает, тогда... Если пригласит, тогда пригласит. У нее уже вышло пять дисков. И она сказала, что в ее церкви есть прославители, которые не ездят вокруг. И они пробуют сейчас как-то собрать деньги в этой церкви, чтобы записать диски не получаются. Не сами что-то делать, чтобы этот диск вышел. Ну, ладно, если дадут, тогда будет. Если нет, тогда нет. Но она уже сама записала уже пять. Поэтому пути можно идти разным видом. Но у нас всех есть одинаковые шансы. У всех. И здесь в конце сказано. И в конце Иисуса отвечает. Истинно говорю вам. Так как вы не сделали этого одного из всех меньших, то не сделали мне. И пойдут все в муку вечную. А праведники в жизнь вечную. Иисус тебе дает начало. Он дает лампу и таланты. Но ты должен гнаться за Духом Святым, который является этим маслом. Чтобы служить. И у тебя были плоды. И это служение, например, на таком. Что ты это будешь делать для других. Потому что этим братьям и сестрам. В них есть Иисус. В них есть Иисус. И в тех, которые еще не возвратились. В них тоже есть такая маленькая семечка. У них есть шанс, чтобы они тоже возвратились. Но им нужно эти правильные обстоятельства. Еще надо сеять в них слово. Еще надо молиться за них. Потому что Иисус желает родиться во всех. Иисус говорит, иди по этой дороге. Если ты следуешь за мной. Я хочу, чтобы ты дошел до конца, там, где сижу я рядом с отцом. В этом самом святом месте. И это самая, не высшая цель, которую принесся. Потому что это конечно цель. Так что не иди спать без масла. Развивай свои таланты. И помоги тем, чем ты можешь помочь. Когда ты слышишь, что надо помочь, не будь как козел. Иисус так не делает. Иисус не так делается. Один сказать, что говорит господин. идите и проповедуйте, идите и научите. И здесь больше написано об этих ежедневных вещах. Кто-то не поел, поделись. У кого-то нет, что пить, поделись с ним. У кого-то нет, где остаться, прими гостя. Кто-то в больнице, сходи к нему. Нет времени, нет времени. Есть время это делать. Есть время это делать. Время это делать, если мы сталин на этом пути. И тогда у тебя все будет сделано. У твоей отзывы отнага смирс, и ты ездишь к кунгу приху. Если ты живешь без покоя, если ты живешь без покоя, тогда это тот путь, как ты можешь войти в покои и радость господина. Излит ара саву рухтум, излит ара саву невар, излит ара саву негриб, излит ара саву негриб, излит ара саву не хочу и немагу. И взять себя влит, это елей и идти делать. Мне нужна твоя помощь, Дух Святой. Я хочу делать те вещи, которые я сегодня слышал. Я хочу пройти этот путь с нулевой точки до конца. А что делать? Иди в святилище. А что делать? Наполни себя Духом Святым, тогда ты больше не будешь грешить. Чаще ты будешь наполнять себя Духом Святым, тем реже ты будешь грешить. И как это сделать? Следуй за Иисусом. И как это делать? Стань Его служителем, смотри, что Он тебе дал. И делай так, чтобы у тебя были плоды. Следи за тем, что ты говоришь. И за тем, каково твое сердце. Изменись. Эта жизнь, эта дорога, она признана, чтобы мы могли измениться. Мы говорим, Господь бери меня таким, какой я есть. Да, Он берет тебя таким, но мы должны потом измениться. Да, Он таких берет, это правда. Но нам пришло время измениться. Если мы смотрим в новом поколении, так много пасторов, которые годами сидели в тюрьме, конченые наркоманы и пьяницы, теперь полностью изменили свою жизнь. Макаренко сейчас учится в институте, говорит уже о физике, о всех таких вещах, даже на служении. Он был наркоманом. Из тюрьмы. Из тюрьмы. Который думал, что больше 25 лет он не проживет. В его служениях у слепых глаза открываются, они становятся зрячими. Гельманов. Ну, то ляты, там весь, весь у шоу репцентру дибинотес. Он основатель всех рехабилляционных центров. Он не просто перестал пить, но он изменяет себя. И он был наркоманом. Не просто так, что что-то больше нету, и я все-таки мастерюсь. Но вместе с Иисусом, он изменился. Он помогает строить дома, и он сам не знает, что и шоу мог на этой земле делать. У нас в Иисусе есть очень много работы на этой земле. И это не так, как дьявол говорит, концентрируйся только на себе. Не надо ничего делать другого. Потому что тогда ему легче с нами что-то сделать. Но мы идем в святилище. Сегодня я сказала тяжелое слово, но рада о том, что весть Евангелия, она добрая весть. Почему? Потому что ты в пути. У тебя все дано. И вместе с ним ты все можешь. Не бойся, чтобы дьявол не смог тебя свести с пути. Не бойся. И он ждет тебя. И есть возможность войти в это всем. 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 Он это обещает. Но есть вещи, которые мы должны понимать. Я не могу все сказать. Все просто. Просто, но вместе с ним. Просто, но вместе с Духом Святым. Оставляя страх. Основаясь нам Слово Божие. Готовь этот каменный путь. Аминь. Ну, я тебя сегодня намочила. Но это правда. Это правда. Кто может сказать, что это ложь? Лучше узнать этот правду сейчас. И знаете, что означает, если Бог сегодня это говорит. Бог говорит, что еще есть время. А мы говорим, а что делать? Иди во святилище. Все просто. Но ты должен идти. Иисус, он уже прошел свой путь. И он брал свой крест и пошел. Тебя на крест бить не будут. Но свой крест, свое служение ты должен взять. И тогда там будут плоды, и ты войдешь в радость своего Господина. Перечитай еще раз эту голову. И не просто так, что Господин, он такой жестокий, он только осуждает. Но здесь учение о том, как войти в радость своего Господина. Что надо и что не надо делать. Как стать овцой? Улыбнись и скажи, я овца. Я овца. И я не позволю дьяволу сделать себя козлом. Потому что он посылает так же, как Адаму и Еве. Эту змею, которая говорит тихо, тихо. Тихо, поспи только. Ничего не говори. Не надо тебе масла. Нет, не надо. Молиться? Нет. Молиться не надо. Надо один часок больше поспать. Тихо, когда Бог дьявол не говорил такого, когда ты хочешь идти на молитву. А ты один раз и идти на молитву, и тогда ты услышишь, как он говорит. Не надо. Позвони, скажи, что тебе там крыша упала? Или что ты ушел? Сатана откопьес. Тогда скажи, дьявол, отступи. Сатана откопьес. Дьявол, отступи. Я иду за Ильев. Аминь. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Аллой. Халлуй, да. Меха, 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 меха. Меха, меха, меха. меха, 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 Меха. Меха, меха, меха,マободь. Меха, меха, господарум. Меха, makб Second. Позвожа, к whalesам. Меха, м85-к�� financially. Меха, меха, ми- 방 есть. Меха, 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 меха к легie. Меха, ме-одь-то ищ member a чтобы мы могли понять, чтобы мы могли понять, что мы могли бы не вести венкарши логов, чтобы это не просто было слово написано, чтобы у нас было это рема откровение, это откровение, куда иди, как калпот, как дарить, как отстать себя калпот. Мы делаем это!!! Что ты нам дал своего, со масла, шажал паса, даёт нам силу быть светом. Мез Тебе пateесим, мез Тебе пateесим, что ты хотел дать нам, внимание, чтобы взглянуть. Время измениться вверху. Измениться свою жизнь. Я благодарю тебе, ты говоришь к нам, а ты посредиема время. Я благодарю тебе. Кун trailer, я благодарю тебе. И я иду сегодня пред тобой, я сожалею, что ты это делаешь от князров, что ты в любой, ты нам даешь шанс. Аплодисменты, и п Staatsan, маянные, и меклые от князров, и опять скачет от князров, мы оттекаем знают, мы оттекаем, что я-то, что я-то, что я-то, что я-то, чтобы наше сердце было очищенным, чтобы в вашем сердце Поварить нашу. И мы благодарим Тебя, что ты еще сегодня говоришь, что ты нам еще этот день даешь. Мы благодарим Тебя, Иисус. И мы когда расставались с Миланой, мы говорили о том, что она вскоре возвратится в Харьков. Вы знаете, что в этом регионе там не просто война. Там и особо настроены эти харизматические церкви. Если ты не православный, тогда ты неправильный. И там гонение на эти церкви, на священников, на церкви, на людей. Потому что те, которые в Духе Святом, они свободны. Вчера в Мариуполе убили уже одного пастора. Там тоже в Мариуполе есть одна церковь, которая тоже как церковного поколения. И этих людей, которые следуют за Святым Духом, они тоже в гонении. И Милана, она не исключение. И я спрашивала, сможешь ли ты, если Дух Святой будет говорить, не ехать в Германию или в Эстонию, а вернуться в Харьков и говорить там на большой площади. И петь о этих двух бальзамах сердца. Предлагать тебе, сожалеть, покаяться в своих грехах и простить других. Сможешь ли ты? Потому что ты будешь знать, что, может быть, на тебя снайпер уже нацелился. Что, может быть, это твоя последняя песня. Ты иеселкшо. Пойдешь ли ты на сцену? И таки времена приходят. Я теперь слушала, как бывшая премьера Грузии говорила в Украине. Он желает им, чтобы у них все получилось в разных сферах. Потому что, если они не выдержат, если они проигрывают, тогда проигрываем и мы, те, которые что-то уже получили. И это очень шло вместе с тем, что сегодня было в слове, что у того, у кого есть, тому будет дано. Да, потому что, если у Украины все пройдет, то очень многих странах все пройдет не так, как надо. Так что, пусть Бог благословит нашу землю и наши границы. И мы благословляем Украину, чтобы все люди нашли свое правильное место, особо христиане. И так же мы благословляем народу России и их правительство. Пусть Божий дух начинает работать во всех, во всех, во всех этих чиновников, все власти, пусть туда войдет Дух Святой. Потому что мы не должны осуждать никого. Но мы можем благословить, пусть Божий дух работает, пусть Божий дух работает, пусть пройдет правдой от Бога, пусть пройдет правдой от Бога, истинно Божия пусть работает, чтобы зло из человеческих сердцов уходят, и пусть туда придет Божия любовь, и они способны друг друга простить. Пусть после всех этих событий народы не были во вражде. Потому что мы вместе должны будем зайти в эти ворота святилища. И туда не войдет никто, у кого есть горечь в сердце, который не может простить. И туда не может войти никто, кто делает зло другому. Я слышала, как один солдат, он звонил своему другу в Славянск. И говорил, что ты делаешь? Там сейчас эти самые большие битвы. И один украинский солдат говорил так. Я лежу на зеленой травке, и я прославляю Бога, что я на этом пастбище могу защищать свою землю. Ну, что можно сказать, он налазил эти отношения с Богом, потому что он не знает, через пять минут будет ли он дышать. Или, может быть, он уже должен будет встретиться с Богом. Потому что время нам еще дано. Но есть время, когда у нас совсем уже не остается времени. И здесь сказано, что мы не знаем, когда Сын человеческий придет. Мы часто это говорим о втором приходе его. Но, знаете, для каждого из нас это время индивидуально. И мы по правде не знаем, когда он приходит. И там нет различия, сколько тебе лет или какие твои заслуги. Это не все так от нас зависит. Тот, кто очень болен, он может жить долго. Тот, кто, у кого хорошее здоровье, он вдруг уходит к Богу. Встречается с Ним. Мы не знаем. Но есть только одна вещь, что там лучше, не как здесь. Если мы себе позаботились об этом пути. Так что скажи, я вхожу в радость Господина. Я ищу радость Господина через Духа Святого. И обвела тебя в такую грусть, но не будь в этом. Потому что скажи, я ищу твою радость. Я хочу найти эту радость, служить другим. И спасибо, что ты мне открываешь то, что я должен служить другим. И тогда придет радость. Наоборот, все. Мы хотели сначала, чтобы дали нам, а потом мы будем делать. Если Бог нам дадит радость, тогда мы вообще не будем делать, если сейчас уже не делаем. Паре. Я не говорю, что вообще не делаем. Но это слово предназначено, чтобы ты подумал. Потому что сейчас особое время. Я считаю, что у меня был долг сегодня об этом говорить. И если у кого есть интернет, послушайте еще раз это слово. Потому что, может быть, ты сейчас думал о других вещах здесь, но после какого-то времени ты будешь думать иначе. Потому что сейчас особое время мы слышим насчет войн. И это не просто Украина, но во всем мире. И есть землетрясения. Самолеты падают. Я не буду все тут перерассказывать. Но сейчас особое время. И она короткая. И мы должны делать то, что должны, и говорить то, что надо. Бог, он сейчас асфальтирует тебе дорогу, чтобы у тебя было крепче это основание. Может быть, ты как в этой теме, в самой большой теме, когда скоро придет этот жених, потерялся. Зашел в это смутение. Но не оставься. Как сказано в Божьем слове, не оставляй собраний. Потому что это плоть. Это не дом. Это отношение между людьми, которых Бог призвал. Вот это семья. Майя можно изменить. Можешь идти в другой дом. Но отношения надо все время за ними заботиться. Как об араре. Сад. Я думаю, что ты сейчас готов принять вечерию. У меня есть вопрос. Все ли являются христианами? Все ли приняли Иисуса своим господинам? Потому что без этого нельзя дотрагиваться. Шесть пестиций зимокс победа с крестивой. Окончание этого спасения, когда ты крестишь. Крещение. 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 Мы все поможем. Надо будет испытывать молитву. И так мы погнали в это Царство небесное. Теперь мы обращаемся к Богу. И каждой своей жизни, как я бы делал эту молитву. И это самая важная молитва на нашей жизни. Мы можем закрить наше глаз, чтобы нечто не отвлекало. И мы можем закрить и молит сов вместе. Да, потому что это лукшина, чтобы неизбежно, чтобы неизбежно, чтобы неизбежно. И другие люди. Прости мои грехи. И пиши мои слова в книгу жизни. Я исповедую своими устами, что Иисус Христос является твоим сыном. Я в сердце этому верю. И устами исповедую, что Иисус Христос, Господин, моя жизнь. Но с этого момента и в дальнейшем я отказываюсь от всей... принимаю Твою помощь, Твою защиту, мой Господин и Спаситель. Благодарю Тебя, потому что Ты тот, кто спасает меня. Прославлено Твое имя. Аминь. Это Илона. И сегодня Ее Слово написано в книге жизни. Это начало Ее пути в святилище. И теперь Бог дает новую силу жить иначе. Только есть две вещи, три вещи. Надо искать Божью семью. Это церковь. Потому что там тоже есть много людей, которые идут этой дорогой, потому что вместе идти легче. Надо искать и читать Божье Слово. Потому что это хлеб для того нового человека, который сейчас родился в вас. И нужны молитвы. Потому что вам нужна будет помощь. И он отвечает на молитву. И молитва работает сама в своей силе. Потому что можно приходить в воскресенье, можно приходить в пятницу вечером на молитву. Илона, да? Поздравляю. 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 Знаете, как там овации на небесах. Один человек возвращается к отцу. остальные все христиане мы благодарим Иисуса за его святую кровь за его лодку, которую он сломил ради нас мы благословляем этот хлеб который без дрожей чтобы из нас ушел весь ропот и мы принимаем Господь твою святую кровь чтобы опять они очистили нас чтобы мы опять могли заново все начать и теперь так же как Игилл делал я предлагаю вам этот шанс принести жертву чтобы эти изменения в тебя пришли чтобы ты лучше услышал своего Господина чтобы ты лучше мог за ним следовать на каждую жертву надо возложить эту молитву и волю потому что жертва это своего рода молитва аминь спасибо за субтитры подогнал «Симон»